Приветствую, дамы и господа, добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем играть в XCOM 2 с модом Long War of the Chosen. Продолжаем мы немного не с того момента, с которого закончили, потому что несколько минут я записывал, захватывая не экран с игрой. Поэтому этот промежуток, естественно, я вырежу, но что успел я за это время сделать? Во-первых, я немножко промотал на глобусе время, но сейчас мы с вами посмотрим. А во-вторых, я очень долго рассуждал о том, что мастерскую пора сносить. В принципе, инженеров нам хватает, то есть я сейчас из мастерской вообще всех убрал, и у нас остался даже один инженер, который можно или в зону испытаний посадить, или там настройку сейчас посадить, еще в управлении сопротивлением у нас парочка инженеров. У нас их сейчас аж 8 штук, в принципе, нам их хватает. А не хватает нам энергии. Нам сейчас, чтобы новые контакты устанавливать, нужно 3 энергии. В принципе, у нас она есть, но ее хватает прямо вот впритык-впритык. То есть мы не сможем улучшить там Непси-лабораторию, мы не сможем улучшить госпиталь, мы не сможем улучшить партизанскую школу. Ничего не сможем улучшить. К тому же, есть у нас все-таки еще улучшение. Цифровая сеть для... Так-так-так. Интересно, а что она дает? Разблокируется дополнительную лечейку икс-ком для отдачи приказа в сопротивлению. Ускоряет выполнение секретных... Так, подождите. То есть я все это время мог ускорить секретные задания? Есть! Курить! Я мог ускорить. Ну да, получается энергия нам сюда тоже нужна. Поэтому давайте, прямо сейчас, я сношу мастерскую. Так, как мне ее снести? А, нет-нет-нет, не предметы. А, строительство отсеков. Да, я сношу мастерскую. Очень жалко, что ресурсы мне не вернутся. И я начинаю строительство... А вот этот вопрос, на самом деле, чего я начинаю строительство. В энергокатушке можно построить зал теней без энергии. Здесь зал теней строится за 8 энергии. Если здесь строить катушку, реле питания, она дает 4 энергии. Здесь она дает 11 энергий, то есть разница в 7. То есть здесь мы можем сэкономить 8 энергии, а если построим, то получим плюс 7. То есть получается в энергокатушке выгоднее строить зал теней. Тем более и улучшения там будут стоить 0 энергии. А, соответственно, здесь мы лучше построим реле питания. Прямо сейчас оно строится 10 дней, даст нам 4 энергии. В принципе, мы тогда сейчас можем улучшить центр тайных операций. И станция с сопротивлением немножко подождет. Она ведь подождет? Ну, надеюсь, что подождет. Давайте реле питания. Да, пошла стройка. За 5 дней он нам ее прокачает. Только центр тайных операций у нас, получается, совершенно не хватает денег на ее прокачку. А я прокачал. Так, знаете еще что у нас на карте появилось? У нас на карте появилось задание. Нет, подождите, а где задание? Вот задание, что-то я его потерял. Разведданные, пакет данных. 10-12. Я, знаете, наверное, что я сейчас сделаю? Нет, я сначала слетаю на черный рынок, а потом сниму бойцов вот с этого задания. Здесь снабжение противника, это, конечно, все круто, но разведданные мне сейчас нужнее? Будет конец месяца, 800 мне принесут. И мне просто надо бегом, бегом, бегом бежать в Арктику. Это, по сути, уже даже не то, что вопрос приоритетов, а вопрос выживания. Три ядра Илери у нас, кстати, в прошлой серии уничтожил избранный. Вот он, негодяй. Кэш данных нужен. Мы еще его вскроем, этот кэш. Так, 110, а сколько стоит вот этот Центр Тайных Операций улучшения? 100. Улучшаем, нам сюда нужен инженер. Давайте я, наверное, пока с защитной матрицы сниму инженера. А сюда поставлю. Черт, восьми, за 9 дней 25% ускорения. Я так давно мог это сделать, а? Ай-яй-яй, ну ладно, энергии у нас не хватает, но, блин, вот это... Окей, теперь у нас операции идут быстрее. За 9 дней мы все это сделаем, а ресурсы тоже 9 дней. Интересно, а что быстрее перезайдет? Ну ладно, нам в любом случае сейчас нужно лететь, устанавливать контакт. Хотя нет, не контакт. Сначала нужно ребят забрать отсюда и немножко перекинуть. Да, я прерываю это задание. А здесь задание попроще и поперспективнее для меня. Прервать. И мы, соответственно, отправляемся вот сюда. Здесь интереснее для нас. Ресурсов у нас не хватит, чтобы выполнить то и другое задание. Мы здесь можем просто, не знаю, вчетвером, без всяких ускорений. А мы туда не тратили... Блин, а мы туда не тратили разведданные, правда? По-моему, нет. Ну так вот, мы здесь сможем вчетвером проникнуть и нормально так разведданных собрать. Только нам обязательно сюда нужен специалист. А у нас есть специалист свободный? А, у нас Перес, в принципе, есть. И Эннитон Диало есть. Давайте, наверное, Переса все-таки отправим на это задание. Так, Переса, ты с кем, друзья? Ты с Нойман. Ну, Нойман, получается, тоже идет. Нойман, Нойман, Нойман. Так, ты где у нас Нойман? Вот ты Нойман. Ну да, она тоже уже готова стрелять. Дальше. И можем парочку рейнджеров отправить. Даже без Козловой на это задание сходить. Отправить туда Волчок и Рокки. Да, давайте Волчок и Рокки. Вот так. Я думаю, что они вчетвером размотают. 7-9 противников. Не должны, как бы, они почувствовать серьезную угрозу с их стороны, скажем так. Так, должно все получиться. Обрезы, винтовки, винтовки, хищники. Да, давайте я вчетвером их отправлю. Так, я думаю, будет получше для нас. Разве данные нам полезнее здесь? Ну, здесь старт и опасность очень высокая. Ну, 16-18, это прям, это много. Мне кажется, оно того не стоит. Не буду я туда. Очень много сил мне туда приходится отвлекать. Очень много сил. Так, здесь 4 дня, 20 часов. Хотя вот здесь вот на самом деле... Черт возьми, а какая здесь базовая сложность была? Не, знаете, наверное, что? Я поберегу бойцов. У нас, по большому счету, установление контакта через 4 дня. Нам нужно отправлять бойцов-то вот сюда через 4 дня. Да нет, ну не... Да хорош! Это опять этот убийца-охотник! Ты че? Он же в этом месяце уже нападал на Восточную Африку. В этом же месяце было задание по спасению этого региона. Не по спасению, а по безликим в этом же регионе. Че происходит? Он так быстро восстановился! Черт возьми, вот это вообще не вовремя. Ой, как не вовремя. А у меня есть кого отправить туда? Чисто теоретически. Давайте смотреть. Ага, сложность базовая активность 7-9. Остановить ответный удар. Поселение. Так, а у меня кто советник там? Кто у меня советник? Восточно... Так, у меня там Симон... Блин, Симон, он усталый! Сейчас Симон еще и ранение получит. Вот это прикол. Это неприятно. Так, ладно, давайте снимать, во-первых, сопротивленцев наших. Так, Новый Чили. Кто у нас тут? Воробьева. Со мной идешь. Восточная Европа. Зулус, со мной идешь. Западная Африка. Матвеев, со мной идешь. Восточная Африка. Так, подожди, ты хоть снаряжен у меня? Я, по-моему, за кадром это проворачивал. Да, он при... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он хотя бы при полном обмундировании. Это нормально. Так, здесь кто? Оторва, со мной идешь. Не знаю, пробуем... Пробуем комбинировать, пробуем спасать. У меня, правда, на этом задании не будет снайперов хороших. Так, ладно. Очищаем отряд, смотрим. Ну, Анна Воробьева по-любому идет. Так, броня у нее есть. Так, ну давайте, знаете, как сделаем. Сначала попробуем набрать отряд, а потом будем очищать. Так, Марина. Ну, это, да, это убийца. Это убийца, и она идет убивать. Сколько бронений она не получила. Так, Зулус, у тебя, в принципе, все тоже нормально. Искра. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Знаете, только в чем вопрос? У меня магнитные пушки-то есть? Или придется сражаться каким-нибудь лазерным вооружением? Блин, это забавно. Операции без помех. Да, нормальная награда. Обмана это была у меня уже, операции без помех. Но что-то все равно у нас убивать пришли. Так, а у нас псеники. Блин, у нас Чикунга на задании уже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, бундирование у нее осталось. Так, ладно, Матвеев. Матвеев, судя по всему, без брони, да? Разрушители. Гранатометчик. Хотя вот что-то... Нет, 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 нет. Блин. Снайперы. Исидора. Для Санчеса снайперки у нас не будет. Да, у нас только лазерное копье из для него. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Посмотрите, у нас получается три топовых бойца ушли. Тут задание, там задание. Везде задание. Еще это товарищ нападает. Ну что это такое? Оторвы, кстати. У нее МК-2 и стреломет нормальный. Ммм. Ну, вершителю брать особого смысла нет. Кстати, она с магнитным обрезом. Равню брони нет совершенно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Очистить отряд. Ой, да как зачем очистить-то из... Так, ладно. Воробьева. Художница. Зулус. Искра. У меня бойцов поддержки, кстати, нет. Матвеев. Оторван. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А у тебя что вот есть из-за способностей? Ничего, например? Ну, протокол блокировки только есть. То есть у меня медиков вообще нет. Ммм. Ну, я даже не знаю. Физически не знаю, кого брать. Ну, ладно. Давай ты, наверное, пойдёшь. Снимаем всё с бараков и надеемся, что что-то появилось. Да, одна броня хищника появилась. Одна магнитная винтовка появилась. Броня хищника, броня хищника. Ну, давайте смотреть, кому бы её выдать. Мэри Би. Наверное, ты одевай броню хищника. Команда просто класс, конечно. Такой броне убийцы нас просто ваншотить будет. Это факт. Ладно, возьми аптечку. Черепных буров больше у меня нет. Пять здоровья. Просто как повстанец. Ну, рядовой диалог. Судя по всему, недолго наше было с тобой сотрудничество. Так, можно два здоровья ей добавить. Два здоровья. Что у тебя с уклонением? Десять. Два здоровья. Ещё две мобильности, кстати. Чтобы она подбегала и раздавала. Очень-очень сильно. Мобильность 16. Девять. У неё, в принципе, девять здоровья и броня. Но нет, ну это ваншот. Это ваншот. Адаптация плюс здоровья. Ладно, давайте я выдам плюс здоровья. 11, но это хоть какой-то шанс на выживание. Так, диалог. У меня есть взлом на плюс 11. Хотя бы 57 он у тебя сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ладно. Кому выдать магнитную винтовку? Кто у нас будет с магнитной винтовкой орудовать? Да, кстати, получается, Мэри Би будет орудовать с магнитной винтовки? А что у тебя с точностью? 74, кстати. Точность неплохая. Тогда Медик. Ну, я не знаю. Медик это песня. Берёт лазерную хотя бы винтовку. Гремлин обычный вообще. Так, это у нас во что прокачано? Нет, у нас классическая ракетчица. Классическая. А здесь дополнительный ракет из УЛУС. В принципе, он с ракет может неплохо раздавать. Художница неплохо порезать сможет. Так, ещё вот у нас есть гранатомёт один. Ну, как гранатомёт? Гранатомётчица. Обвешиваем её гранатами просто с ног до головы. Да. Так, у тебя артиллерийский залп. Ладно, она, в принципе, с гранат неплохо раздаёт. Плюс ракеты будут. Ну, не знаю. Я просто не вижу, пока кто у нас будет охотника убивать. Пока я этого не вижу. Сколько у тебя здоровья? Пёс хоть восемь здоровья, неплохо. Восемь здоровья. Возьми ещё бронеплиты. Может быть, выживешь так вибронож. А, нет улучшенного виброножа. Для Матвея, конечно, было бы неплохо. Так, сканер боя выкинь. Возьми что-нибудь на бронё. А те же бронеплиты возьми. У тебя и так будут бронеплиты. Плюс сверху бронеплиты. Может быть, поживёшь. А здесь... Зулус. Зулу-зулус. Такой-нибудь синий экран взять. Больнее... Ну, такой урон маленький. Я вообще не представляю, как мы сейчас выживать будем. Просто не представляю. Так, Мерибия. Возьми ещё из нано-волокна жилет. А морозную гранату, наверное, нужно воробьёвой выдать. Хотя бы кого-нибудь заморозить она сможет. Ну, хотя бы так, я не знаю. Пробуем спасти максимально этот регион. Только знаете опять в чём проблема? Нам сейчас, в очень скором времени, нужно будет штурмовать завод вражеский. Если сейчас у нас очень много ранений будет, ну, просто неким будет штурмовать этот завод вражеский. Блин, и аптечек-то некому выдать. Опять у меня все специалисты разбежались. У меня есть специалисты, и бойцы, которые могли лечить, разбежались. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, начать задание. Не знаю. Как по мне, два раза нападать за месяц на одно и то же убежище... Ну ладно, в прошлый раз не прямо на убежище. В прошлый раз на караван он напал. Но чёрт возьми, на один и тот же регион в течение месяца нападать дважды... Это неправильно. Тем более, не такая высокая. У нас есть регионы, где там 12... Стревоженности Адвента 12. То есть, почему они туда атаковали? Почему они атакуют опять сюда? Если так 5 человек осталось, или сколько у нас их там? 6! У нас 6 человек! Да вы чего? Ладно, ребят, давайте, наверное... Миссия будет крайне тяжёлой. Крайне тяжёлой. Феноменально тяжёлой, как по мне. Поэтому предлагаю сейчас прерваться, налить чай, кофе, воды... Не знаю, как чё-нибудь покрепче. Потому что... Чёрт возьми же... Ладно, всё, не буду продолжать. В общем, скоро услышимся. Далеко не уходите. Ну что, ребята. Надеюсь, морально все подготовились. Уууу, 6 повстанцев. О, прям здесь сразу кто-то. Хотя, видите... А, эвакуируйте всех солдат XCOM. Просто нет плашки про подкрепление. Я вот про что. Эвакуация. По всей видимости, здесь, наверное, будет бой до полного уничтожения. Неприятеля. Художница. Слушайте, а художница, кстати, двоих, наверное, и запилить сможет. Это кто вообще? Так, это у нас товарищ старший сержант и товарищ передовой боец. Ну, 25 здоровья, конечно, у них. А, 25 здоровья. А что, если... Как-нибудь ракеткой по ним. Зулус-то нормально? Зулус-то нормально попадает. Так, по двоим же? Да, по двоим. Плюс-минус одна клетка. Но это вообще ни о чем. Да, но попал очень слабо, конечно, на 3 урона всего лишь. Ну, прям очень слабо. 16-20. Ну, его, кстати, мы гарантированно убиваем. А тебя? А тебя нет. Так, кто готов пострелять? 57% бойца. Давай. Оглушение, кстати. Я не хочу тратить мясорубку прямо сейчас. Хотя мы можем его и зарубить. Да, давайте его сразу зарублю. Бог с ним, с инвизом. У меня снайпера все равно нет. 27 урона. Был бы снайпер, можно было бы еще как-нибудь этот инвиз разыгрывать. Но снайпера нет. Так, что подобрал? Ультраподвижность, кстати. Ультраподвижность нормальная тема. 50%, 5-9. Да что же вы царапаете, а? Царапушки. 52, выстрел. Мимо. Так, кто у нас еще? У нас... Так, а ты не добегаешь, да? Слушай, залезь на крышу, Матвеев. На следующий ход вжаришь в него. Сдвойного выстрела какого-нибудь. Диало тоже сюда. Честно, я не представляю, как мне спасти 6 бойцов. Они, скорее всего, сейчас все расставлены. Просто максимально самоубийственно. Мы, кстати, с респа никого не видим? Нет, никого. Черт возьми, от этого региона у меня вообще ничего не останется. Просто ничего. А здесь ведь вражеская база находится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему Адвен сюда атаковала? Что же за люди такие? Да, избранный. А здесь-то у меня снайпера не будет. Конечно, опасно-то он в машину зашел. О, кстати. Можно, кстати, в него влететь. Забавно. 60%. Но его можно и со шквального огня забрать. 62%. Но без укрытия стоим. Руки-молнии, похищение. Бросок светошумовой. Малозаметный, зоркий. Скорострел. На 50% с разбега. То есть от ниндзя на 50% меньше урона. Неуязвимость. Иммунитет к заморозке. Звезда ринга к уклонению. Правда, наш ниндзя сейчас не позволяет уклоняться. Но это, мне кажется, слишком резко так вылетать. Слишком резко. Кстати, Зулус, ты же у нас дальнобойный, да, сейчас? Ну да, дальнобойный, но не настолько же. Я просто не представляю, кем мне избранного убивать. Вот он так сел здорово, что мне физически. Вот что мне сейчас с ним сделать? У меня нет никого длиннобойного. Ланселот, давай ты. 58, 8, 12. Если с кулака, 97. Давай с кулака. На 10 урона. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как все не очень хорошо у нас. Как же все не очень. Так, ну по крисолиду разряжаемся. По... Великий Архонт. Ничего себе. Великий Архонт. Спец, а то у нас великая. Ну, неплохо, кстати. По двоим попадаем. И двоих можем заморозить, к словам. А художница-то великая. Ну, художница, кстати, тоже ничего так. По величине-то. Если... В кого? Вот тебя, допустим. 16, 20. Сколько здоровья? 12. Его гарантированно забиваем. Мне надо остановиться где-нибудь, знаете, вот посередине, чтобы потом еще с мясорубки порубить. Этих двоих мы, допустим, заморозим. Блин, представляете, и нет... Ни одного робота. Ракета. Ай, так, подожди, подожди. Ракета, что-то прощупывается. Сейчас, 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 сейчас нащупаем. Да, плюс-минус четыре клетки. Ну, это, кстати, хоть что-то. Ой, куда-то сюда вообще вжарил. Вообще не туда, вообще не туда, куда надо. Ха-ха-ха. Вызбранного. Нормально. Так, ладно, он убежал. Избранному досталось. 81 в Крисолида, 65 в Великого Архонта. Спец. Ну, спец может их и размять, и заморозить. Так. Я думаю, что их заморозить надо, прежде всего, Архонта. Архонта не очень мне нравится. Ну, Архонта не... А, нет, заморозился. Я думал, он не замерз. Ну, смотрите, какой сейчас вариант. Мы можем отдать приказ... Художнице. Может, конечно, поближе подойти и художнице отдать приказ. Но если ей начать рубить, с кого стоит? Пулеметчик гарантированно умирает. Найя гарантированно умирает. Это Найя гарантированно умирает. Допустим, начать с этой Найи. Переключиться на эту Найю. Убить вот этого товарища. Рубануть вот этого товарища. Кто тогда только ближайшего убьет? Это вопрос. Шанс царапины. У меня нет царапин. Друзья, у меня нет царапин. Я... Я не могу царапаться. Я только убиваю. 12-16. Может, не убить. 13-17. Гарантированно убиваем. Давай. Кому-нибудь, говорит, вашего уровня. Нормальный ход. А ты что, не нашего уровня? 9-13. Можем не убить. Только максималка должна прокнуть. Но, блин, мне нужно еще силы вот на этого товарища оставить. У нас, в принципе, есть еще пистон. Ну, пистон гарантированно вот этого товарища может убить. Блин, и плохо, что он не может отдать приказ. Подожди, а ты майку принципиально не можешь приказ отдать? Или что? Сюда просто так бы из пушки классно залетело. Попробую вот сюда встать. Блин, он не может роботу приказ отдать. А конденсатор? Конденсатор не дотягивается. Оторваем. Оторва никак не попадает, соответственно. Давай сюда. Пистон. Ваншот, кстати. Может Крисолида ваншотнуть, а может Вархонта пострелять. Но как бы ее не ваншотнул этот товарищ, он ее где-то здесь фланга обходит. Слушайте, а то, что вот мне показывали в начале 7-9 неприятелей, может их реально 7-9 всего будет? То есть я двоих убил, а в начале еще двоих, это уже четверо, и вот восемь. Слушайте, а может быть это все? Я просто плашки для подкрепления не вижу. Может он реально с собой только 7-9 привел? На кого можем напасть? Можем Наю царапнуть. Так, ты, Ная, сколько наносишь? А, 9-13. У нее 13, то есть мы ее на 4 раздамажим и как раз гарантированно убьем. В принципе нормально. Ну как будет больно Козловой? Как же ей будет больно? Очень большая вероятность, что ее сейчас у нас ранят. Кристон, может Крисолида забрать, Архонта. Бойца, ну бойца Адвента тоже надо убивать, к слову. Бойца Адвента тоже надо убивать. Да, я повторюсь, плохо, что Мэку не можем выдать очки действия. Будет он у нас страдать. Ладно, давайте гарантированно вот этого бойца заберем. Чтобы он не очнулся сейчас. Настройка спуска. Ну, гражданских не спасем, хотя бы залутаемся. Так, ты в половинном укрытии. Ну тебе ему так опасно, дьявол. Черт возьми, если ты переживешь этот бой, я не знаю. Ты просто герой будешь, героический. Ну, Мэри Би, кстати, тоже с фланга. А, или подожди, не обошли ее с фланга. Почему показывают, что ее с фланга обошли? Он же правее, чем она, но он легко переместится и выстрелит с фланга. Надеюсь, я кого буду видеть? Трой... А, нет, я всех буду отсюда видеть. Давай лучше вниз спустимся, но будем зато в полном укрытии стоять. Какой шанс? 54, 49, 71, 86. 86 по Крисолиду. Прямо сейчас его забрать. Художница. Блин, сна его что-то надо делать. Крисолид. Стреляй. Ох, у него даже рак есть. 53 процента. Если ты попадаешь, это немного проблем наша решает. Да, это решает наши проблемы. Ну, не совсем, конечно, решает. Но в том плане, что, смотрите, можно сейчас ее гарантированно зарубить. Отлично. У нас еще и повысилась она. 100 процентов 4,7. Рубить 2,6. Но она так мало уже урона наносит. Хотя, подожди, 6,10. Еще никакой-никакой укрытия будет. У него... У него 21 хп останется. У него останется 21 хп. А у него агрессия. Давай налетай. Он ее, скорее всего, кританет. И Козлов у нас уже никуда не пойдет. Хотя, подождите. Ну, почему ты только двоих-то видишь? Почему он видит только двоих? Она гранаты не добрасывает сюда. Никак. Диалог здесь тоже толком ничего сделать не может. Можем, конечно, протокол помощи накинуть. На Козлову. Давайте хотя бы протокол помощи. Хоть какая-то защита у нее будет. Может быть, она его еще подожжет. Я не знаю. Если подожжет, это же вообще песня будет. Она его подожгла. Он горит. Он ничего не сможет делать сейчас. Он будет бегать, как дурак. Вот как этот товарищ. Только сейчас будет по нам стрелять. Нет, по-ни-по. Кого? Он промахнулся в гражданского. Ты серьезно? Ты посмешище. Ты просто смешон. Смотри, как это делается. Расширенный магазин. Еще залутались твоего бойца. Обалдеть. Вот тут. Ух. Так, тихо. Не расслабляемся. 80% вархонта. 71%. М-м-м-м. 71%. Ну, здесь, кстати, пристрелка у нас будет. Приказ. Художница. Ну, художница. Ну, художница может его рубануть. Еще и поджечь она его может. Но надо посмотреть, что вот с этим товарищем можно сделать. 70% в 12-22. Диалло. 82%. Зулус. Блин, Зулус, давай подходи. Не дотягивается огонек. Оторва. 77-7-11. Ваншот. Блин, ваншот, стреляй. Так, а ваншот нет палача? Нет, у меня только лицом к лицу. Еще 71. Стреляй. Ладно, один раз это нормально. У спец есть гранаты. Ланселот. Ланселот, ланселот. 80%. Я, наверное, баху овердрайв. Хотя, подождите, один гражданский погиб. Это где у меня погиб один гражданский? Он же промахнулся. Так, ладно, 80%. Стреляй. 11. Красотища. Еще раз. Ну, 80%, дружище. 80% два промаха. Как вам такое? Истон. 70%. Казов попал. Что у вас с точностью, а? Просто что у них с точностью? Я не хочу козловой. Так, а ты можешь как-нибудь поближе подойти? Может, только она вытеряется, не видит. Козёты. Ой, 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 ой. и все равно он ее не видит отсюда сможешь отдать приказ давай приказ нужен приказ и класть полно укрытие встать ой давай диалог как же мне за тебя страшно а хотя подождите он же не убивает а у меня есть привести в себя у меня нет привести в себя мне только стабилизация у меня только стабилизация дожница на полно укрытие беги зулуз даем сюда оторва гляньте отсюда что ли чем будет делать он побежит гражданских убивать крюк кого чем делает он все действия потратил да ребят продолжаем был вынужден немного отвлечься что-то мне сейчас с ним сделать и кстати судя по всему адвент это больше нет нам нужно его как-то потихонечку полигонечку зажимать проблема только в том что гражданские здесь так сидят и я ее я его не буду вот отсюда кстати увижу они только вот отсюда вижу отсюда отсюда не вижу вот отсюда вижу там шанс на впадание конечно будет сумасшедший просто так ладно перезарядку так слушай а ты с арт-обстрел его не сможешь оттуда выбить может только не знаешь как давай чуть-чуть поближе подойдешь и с арт-обстрела по нему а интересно у меня получится спасти хоть одного гражданского у кого мячиком офигеть конечно он кидает укрытие сломали как минимум броню разорвали но он сейчас ее назад накрутить куда побежит темноту побежал вот тут кстати эринова можете заметить данное увидите . хороший шанс огоньком при нагоньком как не достает ракета ракет 49 урон наносит его тогда уж лучше так 8 урона лови дружок давай куда блин он еще дальше ушел еще дальше это не круто ладно но с одной стороны хорошо что он зажимается краю карты принципе край карты это нормально еще одна проблема в том что нас он скорее всего ваншотит особенно особенно где у нас диалота вот он и не там диало чего он точно ваншотить ну да ладно ну как минимум мы его будем вспоминать он станет легендой слушайте это будет первая потеря в нашем прохождении в этом я считаю это блин хотя мне мэри не должны сваншотить подождите о каких ваншотах я говорю в худшем случае он его уронит и и что уронят и он же не убивает бойцы только сознание потеряет он их своровать захочет козлова козлова болен козлова можно конечно добежать вот этого спасти но я без укрытия тогда вообще останусь 95 процентов 47 или или что Да, давайте на Козлову По сути, наша главная задача сейчас Чтобы Козлова не пострадала Она при штурме вражеского завода Очень нам понадобится 4-7, никаких царапин Гарантированно попадаем Наносим 4-7 урона Давай, стреляй 95% Я не уверен Она, блин, ну она мечом машет Я не знаю, умеет ли она стрелять Она обычно не стреляет На следующий ход, кстати, его как-то огнем Можно будет пожечь Блин, он вообще куда-то убежал в угол Там обрыв, там Кого? Минус гражданский, да? Он жив? Он жив? Сколько у него здоровья? Сколько у него здоровья? Сколько у него здоровья? Он в него вжарил на 8 Он его поджег И он выжил Эфраим Слушайте, может это засланный казачок? Может быть это безликий? Человек не мог выжить после такого 90% Охотник Так, ладно Давай, 90% Выстрел Кажется попали 7 урона всего Но он вообще куда-то там Забегает, не знаю В неведомые дали Так, Эфраим Слушай У тебя на самом деле Есть шанс спастись Но Я не знаю Насколько сработают твои читы У него здоровья нет У Эфраима Просто нет здоровья Так, Болтун А почему у тебя один ход? Я с тобой уже ходил? А когда я успел сходить Болтуном? Черт возьми Смотрите Он у меня сейчас ранится Блин, Болтун Ранение сейчас получит Искра, давай ты Иди танковать Ты у нас Относительно быстро Лечишься Давай сюда Че там по ракетам? Плюс-минус 3 клетки Там гражданских не было? Вроде бы нет Так, ваншот Давай сюда Художница, художница По ее и художнице Давай-ка не укрыть и сядь Она ведь у нас повысилась Она станет полковником Ну или кто-то Мастер-сержант Так, Зулус Блин, огнемет очень нужен Но огнемет пока не дотягивается Зулусом, конечно, можно А еще рвок сделать вот сюда Да, давайте немножко рискну Зулусом можно этого товар Диалу, ты голову вниз Ты вообще туда не ходи Там страшно Ваншот, голову вниз Спец, вот спец Может и пробежаться На самом деле Давай сюда Гранатками на следующий ход Вот его закидаешь Если он будет неосторожен То даже два раза Блин, да он вообще куда-то бежит Непонятно куда Кого? Гражданский? Да, к сожалению Этот гражданский Не бессмертный Ну, ребята Я спас как минимум Одного гражданского То есть легендарный Господи, как это читается Эфраим Легендарный Эфраим Кляйн Выжил После этой мясорубки Блин, не дотянется Наверное Не дотягивается Ланселот Можем ему, кстати Через протокол нападения Были готовы снять Да, давайте Я так и сделаю Отлично Куда побежишь-то Прыгай Прыгай в море Сверши Легендарное Самоубийство Так, а огнемет Вот отсюда Огнеметом Дотянешься Было бы неплохо Его поджечь Да, блин Я сказал Поджечь Неплохо Плохо Не поджечь Ну, шанс Тут 35% Конечно Выстрел Промах, к сожалению Возможно Тебе здесь не место Может быть Давайте сюда Сжимаем кольцо Так, у тебя Очень важная задача Ты нас прикрываешь С тыла Ваншот Мэри Бия Ох, Мэри Бия Не стала бы ты На самом деле Хотя нет А что я все Переживаю Беги В том плане Что Он же не убивает Он может только В больницу отправить На полгода Поэтому Движемся Вперед Ну, конечно То, что У нас уже Двоих Убило Это неприятно Ну, двоих Ну, в смысле Неприятно Блин И всего Шестеро Здесь было Козлову Прячься Ты единственная Кому здесь Ранение Вообще Не нужно Огнемет Ты Вот так Глухой позиции Ланселот Блин, Ланселот Иди танкуй Просто танкуй Он тебя тоже не убьет У тебя здоровья много Кого? Граната А, дезориентация Он промахнулся Ага Давай Следись Следуй Как тебе такое? Следишь Ты Два раза За месяц На меня Напал Негодяй Блин Они Дезориентированы Даже Оторвать Дезориентированно А я Не умею Дезориентацию Снимать А, какой бы Сейчас был Полезный Навык Какой бы Был полезный Навык Снимать Дезориентацию Оторва Оторва Такая Медленная Просто Мега Медленная Спец А, спец Не дотягивается Гранатками Оторва А ты можешь Как-нибудь Поближе Подойти Вот сюда Например А спец Подойди Кидайся Гранатами В него Как говорится Мелочь А приятно Чуть Чуть Его Ковырнем Если у него Не будет Оглушения Еще На один Ход То мы Его Убьем По-хорошему 6 урона Борьба За выживание Художница Давай Голу Вниз Болтун Поближе Подходи Бухая Оборона Пистон 25% А ты тоже Контужный Что ли Так Не погоди Я тебя Хотел Посмотреть Господи Подожди Пистон Нет Пистон Не контужный Пистон Просто Косой 25% Дважды Давай 10% Даже Ну-ка Ну я Попробовал Так У нас Кстати Ты думаешь У тебя Много Выстрелов Да Побольше Чем у тебя На самом деле На следующий ход У нас гарантированное Попадание Есть Так Анитан Диало Сидит Ваншот Глухая Оборона Что будешь Делать Кого Блин Матвеев Ранили Ай-яй-яй-яй Матвеев Немножко Ранен Ну На самом Деле Протокол Лечения Давай Матвеев И Начинаем Убивать Как вы На это Смотрите Я предлагаю Начать Как-то Он уже Немножко Поднадоел Честно Сказать Во Первых Ланселот я думаю что тебе пора врубать овердрайв и вот это всякое нехорошее ай-яй ланселот подожди у него боеготовность была ярость инферно он слот не горит горю я а он нет 8 12 12 побежишь тебе некуда бежать но некуда же бежать он телепортируется так ваншот какой шанс 18 процент все давай блин я попробовал так ты принципе далеко добежишь они тоже есть шквальный огонь перезарядка он не должен сейчас далеко убежать получается шквальным огнем его раним а художница добьет на 9 нормально куда побежишь никуда так подожди какой шанс сто процентов 7 9 и на может еще не убьем прикол когда зулуз как тебе нормально пригорает борец за выживанием беги давай а мы его здесь то достаем достаем в принципе художница убивает а еще знаете кто его убивает вы не поверите и нет андиалу хотя не факт что убивает саж детей нет андиалу возможно это твой легендарный выстрел и ты весь бой стоял не просто так 47 урона огонь он его убил они там диалу это легенда просто он весь бой ждал этого выстрела а просто нигерийский охотник это прикол 5 очков способности возможно тебе не стоит по два раза месяц нападать негодяй у меня ополченцев не осталось тут проклятый пёс блин проклятый пёс так там что-то чё повыскакивает но я слишком диалог меня слишком порадовал я ничего не не успел заметить икс ком ты вот как ты можешь такие эмоции вообще дарить и ой-ой-ой-ой-ой так больше всего урона козлова но у нас козлова стала легендарной легендарная козлова это очень круто так то раненый матвея в семь дней блин идеалу даже не повысился представляете диалог даже не повысился так козлова маскировка беглогон или добивание оглушенных или паникующих беглогон два раза маскировка блин маскировка на мастер-сержанте на самом деле это как-то как-то я не знаю подешевле надо было этот перк брать то есть где-то и где-то раньше беглый огонь но у меня ниндзя не часто бьют с пушек с другой стороны знаете что интересное будет подбегаете так а вы эти рубите-рубите а потом добить кого-нибудь беглого огня если дробовик ей выдать бах 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 и нет никого добивание эти что попротив оглушенных и паникующих врагов где бы еще взять оглушенных паникующих врагов как правило ниндзя у меня бегает убивает вполне себе целых врагов давайте наверно беглогонь я возьму два выстрела иногда это нормально колоссальный урон при стрельбе сплавы и лерий настройка 21 уклонение мама дорогая ультраподвижность так подожди получена отрицательная черта осторожностью симона он ранение кстати получил а где он нет он не получил ранее вообще не устал охват это плохо это прям очень плохо так подожди козлову тебя что у него ультра адаптация плюс 4 здоровья блин ну если у него снять 4 здоровья нет я не буду снимать 4 здоровья так 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 если смотреть по уклонению но конечно безумное уклонение у нас у матвеева 56 а у нее так ультраподвижность нормально ко мне еще подвижность ставил пулищука мобильность у томсон у томсона кстати можно плюс уклонение добавить у нее станет 36 уклонения так-то не так просто мне будет попасть ух ладно роланс симон отрицательная черта понятно давайте сначала сюда сходим во первых опять посадим давайте так вот что ли я сразу это сделаю иначе я просто забуду опять а как вы видите руководить сопротивлением если хороший боец руководит то это в разы упрощает оборону очень обидно ну не то что только двоих по сути только двоих потеряли представляете вот в этой мясорубке мы потеряли только двоих бойцов ранение получил только один боец нонсенс почему так произошло почему так легко отделались окно и в новая австралия ладно торго садись новой австралии так что у нас стать по сопротивлению материал материалы рекрут и рекрут и рекрут и восточной африке материалы рекруты ok нам бы восточной европе и восточной африке базы чертовы найти они там где то есть так ладно реле питание через пять дней и мы тогда ускорим еще но не ускорим станцию связи сопротивления может будет прокачать сплава файлере кстати у нас стало очень много очень много нормально так я не сюда хотел сходить я хотел сходить на карту и нам нужно лететь устанавливать контакт блин осталось последний чей кстати ребят по сути плате возможно что все что мы сейчас проворачиваем уже бесполезно и новая цель снабжение противника 1315 это опять этот чертов регион восточной африку угомонись хватит мне такие цели искать может их на разведданные тогда переключить вообще у меня там пять солдат они ничего не найдут не восточной европе не в восточной африке ничего не здесь найдут пятером ничего смерти они там свою найдут и все план давайте искать разведданные все таки восточной европе рекрутов вы понимаете рекруты это такой вклад в будущее все это а будущего то может как бы уже и не быть поэтому наверное данные западная африка тоже рекрутов ищем западная африка рекруты избедительность конечно сумасшедшая ладно ищите рекрутов еще мне уже боятся в конце концов я уже я свое уже боялся вот что хочу сказать восточной европе данные ладно пускай еще хотят подождите данные если искать рекрут как можно найти задание на рекрутов хотя все таки рекрута будем делать рекруты мне нужны можно поставить на данные но это большой пользы не даст так гранатометчик я готов что он назначается в новой австралии боец новый но в австралии новый боец сколько их там 10 стола ну кстати сара томсом прокачалась в австралии может она потеряла переключимся да давайте на материала немножко побольше это будет ну и надо соответственно опять по моей старой методике тут соответственно рекрутов по одному найдем и до конца месяца потом на развед данные переключимся силовая броня 15 дней 7 дней 7 дней мы кстати до конца месяца установим контакт установим контакт два дня осталось новая цель ученый пакет данных ученый пакет данных ученый пакет данных нет 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 три дня 7 часов нет 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 я не могу мне сейчас нужно так западный западной африке кто-то нашелся западной африке кто-то нашелся материал сейчас переключиться давайте полтинник материал все получим до конца месяца сериал мне сейчас будут нужны мне опять нужно будет строить ретранслятор чтобы контакт установить с арктикой по-другому никак еще лучше надо будет базу собственно говоря так нам удалось вычислить местоположение избранного охотника в этом регионе он где-то здесь новая арктика джексон куда назначается восточную европу восточную африку марк мартин вернулся отлично восточную урок восточная африка нашли на тебе давать и на разведанные переключимся хотя до конца месяца западная азия бдительность всего лишь два бдительность всего лишь два сразу к вам сюда посадим давайте того же раджу джан клигу ирина козлова мария петрова тим гарднер сразу рекрутов себе щитим сразу рекрутов через 13 дней силовая броня реле питания через два дня пекло через пять дней и ребят у нас завод открылся ну блин на заводе мы уберем только три точки ради интереса давайте посмотрим что у нас тут 3436 за 28 дней серьезно чисто теоретически какая минимальная будет здесь сила никакой 3436 так подождите устроить и диверсию но то что я туда иду это факт только подожди хуанита хуанита вернись вернись я все проще где-то там хуанита ты у нас на задание точно не идешь козлова воробьёва зулус симон интересно симон нас хоть немножко отдохнул просто для понимания да немножко отдохнул все равно устала но он должен идти меня другого нет бойца поддержки он пойдет на это задание однозначно давайте смотреть сколько можно сюда бойцов отправить 27 дней 18 часов с 50 процентов скорее можно за 18 дней проникнуть допустим болтун идет за пять дней до заходим допустим марина идет вообще за четыре дня проникаем слушайте как круто ниндзя действует а у меня кстати есть сторонний и кстати он тоже супер шпион втроем тоже за четыре дня проникаем вот эта же базовая активность она будет уменьшаться же по мере проникновения я правильно понимаю что у нас есть у нас есть клинок и топоры есть давать так четыре дня 9 часов ну ладно ребят давайте наверно за кадром этого делать не буду прям с вами мы сейчас это сделаем кто мне еще нужен этом задание ну кто на самом деле нужен специалист точно нужен ниндзя точно нужен два ниндзя даже пойдут у нас воробьева хорошему конечно нужен снайпер но у снайпера нет пушки кстати через 15 часов у нас бойцы вернуться может нам немножко подождать со штурмом дождать 15 часов у нас вернется рейнджер еще один специалист принципе у нас будет кому идти на это задание так дождите что у нас здесь эвакуируйте не успеваем альфа готовится диверсия готовится четыре дня девять часов мы сюда не идем два дня пять часов мы сюда не идем так сиера готовится где альфа подождите а вот альфа вот сюда да мы идем здесь у нас смотрите значит что еще интересно у нас здесь будут развед данные дополнительное и мы можем вот здесь вот ускориться поэтому я предлагаю наверное сейчас пока не рыпаться дождаться следующего задания через 15 часов ребята вернуться и мы все равно до конца месяца сумеем туда попасть а подождите мне есть развед данный мне уже 31 единица развед данных через теоретически я сейчас могу ускориться ускориться проникнуть и все там развалить снайпер должен ли нам снайпер на этом задание это интересный вопрос ну зайкин пять дней нет пять дней это долго 5 дней это долго за эти пять дней уже нужно штурмануть этот объект ну или по крайней мере быть очень близко к штурму где у нас еще один снайпер так а вот еще один снайпер как раз 14 часов но это объекта возможно будут турели турели надо снимать снайпером издалека иначе будет очень много неоправданных ранений скажем это назовем это так ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой 14 дней 14 дней ладно ребят давайте наверное в этом моменте мы с вами и закончим я за кадром еще подумаю будем ли мы ждать или сейчас штурманем принципе 14 часов это не так много 14 часов вообще ни на что сейчас не повлияют но мы получим развед данные мы вернемся с броней с магнитными пушками и в принципе на следующее задание уже пойдем более уверенное в себе скажем назовем это так возможно ролан симон у нас еще немножко отдохнет даже если сейчас по заполнится последняя ячейка аватара у нас будет какое-то время на штурм с ускорением и туда за 6 там за 7 дней не знаю проникнем небольшим отрядом и все дело уничтожим надеюсь поэтому ладно давайте сейчас закончим серия так была насыщенная поохотились мы на охотника и прощаемся всем спасибо кто посмотрел видео если нам понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал это очень приятно и крайне полезно для развития канала еще раз всем большое спасибо и всем пока